Дорогие друзья, с вами Доктор Константин Сегодня тема лекции друга следующая Афония Это полная или частичная потеря Звучности голоса Человек может говорить шепотом Но при желании выразить Своим голосом Звучность он не может Нету сил, нет энергии, нет ки Почему? Потому что частенько У человека есть Либо присутствуют, либо преследуют Болезни голосового аппарата Частенько у человека Есть воспалительные процессы в горле И гортани Частенько у человека Инородное тело чувствует человек В горле, которое мешает говорить Либо огромнейший дискомфорт Это тело порождает Частенько человек переживает Неврозы, психические разлады Либо человек Перепсиховал, перенервничал Получил стресс, вследствие чего Полностью голос сел Либо потерял свою звучность Как ни странно это звучит Ну конечно есть повреждения голосовых связок Что нам Это говорит нам западная медицина Хотя западная медицина Еще множество, скажем так Может вам дать симптомов Которые могут, скажем так Породить афонию Либо полную или частичную потерю Звучности голоса Что нам говорит Восточная медицина Итак, Восток дело тонкое Как всегда Традиционно мы знаем Что за голос отвечает Поджелудочная железа Она контролирует голосовые связки Потому множество ответов Повреждений То есть не повреждений А заболеваний голосовых связок И не только Озвучности голоса Здесь вот звук голоса Звук этот приятен Либо он болезненный Либо человек начинает От этого голоса шарахаться Либо ему приятно Он хочет послушать этого человека Еще немножко Потому что здесь нужно Обращать на состояние Поджелудочной железы И не только Почему не только Ну, давайте посмотрим Как пространится Меридиан переднесередины Точно так же здесь проходит И меридиан печени И меридиан сердца И меридиан толстого кишечника Тонкого кишечника Вот, контролирует меридиан Тройного обогревателя В каком состоянии Эти меридианы Меридиан желудка В каком состоянии Желудочного пузыря В каком состоянии Эти меридианы Человек скажет Я не знаю Ну, что мы тогда Будем помогать Либо лечить Тоже мы не знаем Потому если частенько, мы здесь говорим Частенько человека преследует Афония Частенько человек жалуется на потерю звучности голоса Пожалуйста, диагностика 12 меридианов нам в помощь И точка ВЦ17 Танчжун точно так же нам в помощь При воспалительности всех 12 меридианов И частично тех меридианов, о которых вы услышали Данная точка расслабляется при слабости, что тонизируется Здесь можно сказать так же Нужно знать человеку, откуда пошла полная или частичная потеря звучности голоса Если это была стрессовая ситуация, человеку нужно стресс этот отпустить Если у человека было, скажем так, техническое повреждение Нужно знать, что, откуда это породилось То есть человек должен знать, как эта болезнь вселилась Либо пришла в организм человека Но помните, чем лучше голос человека, тем лучше его состояние поджелудочной железы Потому что поджелудочная железа это самый капризный орган Его очень тяжело содержать в норме Хотя это реально Но немногие этого желают Поэтому данная точка ВЦ17 Танчжун вам в помощь Она всегда используется при афонии И спасибо за внимание